Андрей Сорокин, перевези 14А в неконсистер. Полил, приложу. Для Василия Жижова каждый рабочий день на заводе «Нафтан» по сути как день дома. Все знакомо до мелочей, каждый коллега как родственник. Иного после более 20 лет работы на предприятии и быть не может. Большую нафтановскую семью он попал в 2002 году, рос и развивался вместе с ней. На его глазах завод расширялся, открывались новые производства. Так Василию Николаевичу посчастливилось за статей строительства установки замедленного коксования. В 2021 году мне предложили возглавить коллектив установки. И с сентября 2021 года совместно с коллективом и специалистами установки замедленного коксования производили пусконаладочные работы. В январе 2022 года получили первую продукцию на этой установке. Это нефтяной кокс и светлые нефтепродукты. Уже в качестве начальника УЗК Василий Жижов ежедневно руководит этой важной частью завода, коллективом и всем ремонтным процессом на УЗК. На первый взгляд звучит несложно. На деле функционал начальника установки требует серьезной профессиональной подготовки и ответственности. Установка замедленного коксования является уникальной установкой вне всей переработки. И уникальность ее заключается в том, что процесс происходит циклический. Также требование постоянного внимания к состоянию оборудования, так как при цикличности процесса происходит нагревание оборудования и трубопровода до 500 градусов и соответственно охлаждение до 90 градусов. За многолетнюю и плодотворную работу в открытом акционерном обществе «Нафтан» Василий Жижов в начале февраля удостоен почетной премии «Человек года Витебщины-2023». О своих заслугах и достижениях мужчина, говорит, не любит. Скромничает. Парирует тем, что высокое звание – заслуга не его одного – всего коллектива. Когда я узнал, что стал человеком года Витебщины, это было неожиданно, но в то же время очень приятно, что высоко оценили наш труд всего коллектива и меня в целом. Заслуга этого звания, я считаю, что это не лично моя, а всего коллектива установки и предприятия в целом. Многие службы оказывали содействие в пусконаладочных работах и ввод в эксплуатацию установки. Именно в коллективе единомышленников – сила каждого человека. В этой истине Василий Жижов уверен на все 100%. Ведь когда есть откуда черпать энергию, любое дело будет по плечу. Елизавета Борбет и Сергей Пальцев. Телеканал «Звезда».